Сверкнуть нарядом, привлечь фасадом. В городском округе проходит ежегодный смотр-конкурс предприятий потребительского рынка на лучшие новогодние оформления. В борьбу за первое место в этом году включились лишь два участника – сотрудники учреждения Примсоцбанка и детский развлекательный центр Митькин дворик. Готовность конкурсантов к встрече новогоднего праздника оценили представители конкурсной комиссии и съемочная группа Тихоокеанского телевидения. Предпраздничная суета и подготовка к новогодним торжествам – важная составляющая самого праздника. Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания города стараются заблаговременно украсить торговые залы, фасады, рабочие помещения. Стремятся создать с помощью новогодних украшений, игрушек, мишуры, цветных гирлянд неповторимую атмосферу новогоднего праздника, придать своему предприятию оригинальный, неповторимый вид. Стараются все, однако немногие решаются принять участие в конкурсе на лучшие новогодние оформления, которые ежегодно проводит администрация округа среди предприятий потребительского рынка. В этом году желание отличиться изъявили лишь два участника. Из года в год их все меньше и меньше. Мы думаем, это связано с тем, что наши предприниматели очень заняты, и обратить на себя внимание, они хоть и украшаются, но украшаются, скорее всего, автоматически, потому что надо. Обратить на себя внимание, что это тоже, в общем-то, праздник и для них, возможно, у них не хватает времени, не хватает настроения. Все-таки это конец года, это подведение итогов, а в торговле это еще и дополнительный поток товара, увеличение товарооборота. Просто не хватает, видимо, им времени. Оба участника – дебютанты конкурсного состязания. Фокинский филиал Примсоцбанка на Приморском рынке уже 18 лет. Ежегодно сотрудники банка украшают свое предприятие в преддверии новогодних праздников. Однако заявить о своем желании участвовать в городском конкурсе решились впервые. Вместе с тем праздничное оформление офиса заслуживает внимания. Все украшения, декоративные снежинки, мишура, воздушные шары под потолком выдержаны в определенной цветовой гамме. Это синий, розовый и серебристые белые цвета. Строго, торжественно и стильно. Это, во-первых, наш стиль, стили по Баренбуку, вот такие тона, да, белые, голубые, то есть вот такие спокойные, да, зеленые. То есть мы всегда стараемся придерживаться этого. Ну и нам нравится, как бы мы просто периодически фантазируем, как бы снежинки, шарики у нас каждый год. Ну, поэтому вот как-то совместная работа творческая такая. Украшаем мы, как бы, наш дополнительный офис традиционно каждый год. Но участие, вот заявками на участие в этом конкурсе приняли впервые. Но предложения поступили, мы, как бы, никогда не отказываемся от этого, поэтому решили поучаствовать. А вдруг получится? Совсем другое впечатление оставляет посещение детского развлекательного центра «Митькин дворик» – второго участника смотра конкурса. Праздничное убранство помещения рождает ощущение новогодней сказки. Детьми здесь становятся даже взрослые родители, которые привели в центр отдыха своих малышей. Празднично, весело, ярко, красиво, ностальгия по детству, хочется тоже окунуться в сказку. И все. Молодцы, умнички, девочки постарались, поработали, настроение только улучшилось. А так красиво, ярко было, здесь прям попадаешь в сказку. Центром композиции предстает украшенная красавица-елка в новогоднем наряде, мигающих огоньках цветных гирлянд. Внимание детей приковывают также декоративные снежинки и шарики, прикрепленные к потолку. Не оставляют без внимания детвора постарше и заветный ящичек для писем Деду Морозу. Большинство из них уже точно знают, что заказать в своем послании волшебному персонажу. Буду писать сегодня. Что ты такой хочешь себе на Новый год? Смурфету. И с смурфиков. И папу смурфа. Детский развлекательный центр принял первых посетителей совсем недавно, в апреле этого года. Таким образом, для его руководства и сотрудников это первый новогодний праздник. И они стараются сделать его незабываемым. Желание принять участие в смотре-конкурсе – решение коллективное. Приняла решение наш директор Оксана. А мы ее, конечно, все подержали. Сначала изначально было взято только наверх. Это снежинки и шары. Потом посмотрели, как все получилось. И уже решили, если делают, то до конца все полностью. Кто же станет победителем этого пятого по счету, можно сказать, юбилейного конкурса, решит конкурсная комиссия. При определении лидера будут учитываться оформления витрин, внутренних помещений, фасадов и прилегающей территории. Приветствуются и новогодние наряды на сотрудниках предприятия. В этом году у нашего конкурса небольшой юбилей. Уже пять лет мы проводим на территории нашего городского округа конкурс. Самый замечательный, самый яркий, самый праздничный, самый волшебный, наверное, конкурс на лучшее оформление предприятия к Новому году. Потому что Новый год – это волшебный праздник. Все мы родом из детства, и всем нам очень хочется верить в волшебство, в какое-то чудо, в светлое будущее. Новый год дает новую надежду. Итоги смотра конкурса на лучшее оформление предприятий потребительского рынка городского округа подведут сразу после завершения новогодних и рождественских каникул. Тогда же состоится и церемония награждения победителей.